Привет, друзья! Сегодня на канале проектор TK800M. Это не совсем типичный аппарат, если сравнивать с другими домашними моделями бренда. И вот почему. Во-первых, на сегодня это один из самых дешевых микрозеркальных проекторов с разрешением 4K. Во-вторых, при всем при этом его максимальная отдача составляет аж 3000 анселюбен, то есть это очень яркий проектор. Ну и в-третьих, сам производитель позиционирует модель как спортивную. Что ж, заявления смелые, поэтому мы решили протестировать и рассказать вам, как в действительности ведет себя этот аппарат, что умеет, на что способен и, конечно же, есть ли в нем какие-то подводные камни, ведь при таком соотношении цены и характеристик ждешь их волей-неволей. Поехали! Для начала о банальном, о дизайне. Нет, только не подумайте, здесь все в порядке. Отличный внешний вид, хорошие материалы, приятная форма корпуса, все очень просчитано и продумано, но новизны в облике нет никакой. В таком же примерно корпусе собираются многие другие модели проектора BenQ этого и прошлого года, то есть опознать TK800M можно только исключительно по цвету фронтальной накладки. С точки зрения компоновки здесь также все стандартно, если мы говорим о домашних проекторах BenQ. На верхней панели в углублении расположены кольца регулировки фокуса и зума, оба ручные. Есть небольшая панель управления, она дублирует пульт, который, кстати, снабжен подсветкой клавиш. Все коммутационные разъемы находятся на задней панели. Здесь можно найти два входа HDMI для подключения внешних источников, порт RS-232 для интеграции аппарата в систему умного дома и триггерный порт для синхронизации проектора с дополнительным оборудованием. Это может быть моторизованный экран или, например, шторы. Есть также два порта USB, но по факту они нужны лишь для питания внешних аксессуаров. Кстати, также их можно использовать и для зарядки обычных гаджетов, здесь выходной ток 1,5 А. Неплохо. Если мы говорим о возможностях инсталляции, то проектор можно разместить двумя способами. Во-первых, подвеска к потолку на опциональное монтажное крепление, во-вторых, установка на поверхность. Здесь для этого предусмотрены регулируемые задние ножки, а также центральная опора, которая выдвигается при нажатии на кнопку. Она позволяет спозиционировать высоту проекции относительно стола. Ну а теперь поговорим о подводных камнях, которых, как вы догадываетесь, просто не могло не быть у аппарата с таким ценником и такими характеристиками. Начнем с объектива, точнее его крышки. Ее, как видите, нет. Ее нет даже в комплекте, ее нет в принципе. То есть конструкции не предусмотрена какая-либо крышка. Кто-то, наверное, расстроится, но с другой стороны, большинство пользователей и так ее не особенно жалуют. Гораздо проще раз в несколько месяцев микрофибры протирать линзу, чем после каждого просмотра надевать крышку обратно, особенно если проектор находится на потолке. Второе лишение TK800M это отсутствующий встроенный медиаплеер. Да, эта штука у нас уже успела разбаловать в более старших моделях компании BenQ. Здесь ее нет. Суть в чем, что непосредственно в проектор можно подключить флеш-накопитель или внешний жесткий диск, на котором находятся файлы с разрешением вплоть до 4К. Это может быть видео, это может быть музыкальные файлы и проектор без каких-либо внешних устройств их воспроизводит. То есть круто, но по факту встроенный медиаплеер может стать нужным только в том случае, если вы привезете проектор по сути в чистое поле. То есть, например, сезонный дачный домик, в котором есть только белая стена и розетка. Ну и наконец, третий нюанс это отсутствие оптического смещения объектива по вертикали. Эта функция позволяет, не меняя положение корпуса проектора, корректировать высоту проекции относительно этого корпуса. В данном случае этой функции нет и для того, чтобы скорректировать высоту проекции, предусмотрена лишь регулируемая опора. И это нюанс, на который имеет смысл обратить, пожалуй, наиболее пристальное внимание. Любой проектор дает луч немножечко вверх, если стоит на поверхности, и, соответственно, дает луч немножечко вниз, если висит под потолком. Так вот, угол этого луча в данном случае фиксированный. И если вы хотите получить картинку максимального качества, то есть с попиксельным отображением видеоконтента в 4К, то этот угол проекции нужно выдерживать жестко. Иными словами, пользоваться этой регулируемой ножкой я вам очень не советую. Ведь в этом случае вам придется компенсировать возникающие трапецидальные искажения специальной цифровой настройкой, которая по факту приведет картинку в норму визуально, но часть пикселей при этом потеряется, поскольку будет находиться за рамками экрана. Разумеется, для разных диагоналей проекции нижняя кромка экрана будет находиться на разной высоте относительно центра линзы проектора. Поэтому в данном случае необходимо выбирать высоту поверхности или высоту монтажа на креплении таким образом, чтобы она в точности соответствовала рекомендация производителя. В этом случае вы получите максимальное качество. А теперь внимание! Все эти инсталляционные нюансы, связанные с отсутствием регулировки оптического смещения проектора, о которых я сейчас говорил, это не недостаток TK800M, это просто данность. Ведь даже у чуть более дорогих проекторов этой функции нет. Она есть у моделей классно выше. Поэтому в данном случае просто воспринимайте это как особенность конструкции, с которой в обязательном порядке придется считаться. Что ж, с подводными камнями разобрались. Если внимательно проанализировать рынок предложений и ситуацию в целом, то получится, что производитель TK800M по факту сэкономил только на той самой крышечке, из-за которой многие плакать не будут. Теперь о главном. О качестве картинки. В проекторы TK800M используется ровно такой же микрозеркальный чип с технологией оптического сдвига XPR производства Texas Instruments, какой применяется в популярном кинотеатральном проекторе BenQW1720. То есть с этой точки зрения никаких компромиссов нет абсолютно. Абсолютно идентичный и источник света, это 240-ваттная галогенка. Но у многих наверняка возникнет вопрос, каким же тогда образом при использовании одинаковых компонентов отдача этого проектора по яркости существенно выше. Ответ кроется в цветовом колесе. Давайте вспомним, как работает любой одночиповый DLP проектор. Микрозеркальный чип изначально не умеет показывать цветную картинку. Процессор аппарата разбивает картинку на цветовые составляющие. И микрозеркальный чип в силу своей огромной скорости работы успевает показать каждую составляющую каждого кадра несколько раз. Каждая составляющая кадра направляется в объектив через светофильтр, то есть то самое цветовое колесо, которое вращается очень быстро. И таким образом картинка превращается в цветную. В обычных кинотеатральных проекторах используется цветовое колесо RGB-RGB, то есть красный-зеленый-синий, красный-зеленый-синий. В этой модели применяется цветовое колесо четырехсегментное, красный-зеленый-синий, белый. То есть это цветовое колесо пропускает несколько больше света благодаря белому сегменту. Да, при этом несколько снижается контрастность изображения, в данном случае в динамике она составляет 10 000 к 1, и цветовой охват по шкале RSC 709, она же sRGB. Этот проектор демонстрирует охват 96% против 100% у кинотеатральных моделей Benke. Но в общем-то это нюансы, на которые подавляющее большинство пользователей внимания не обратит. А вот кардинальное повышение яркости вряд ли кто-то не заметит. Ведь благодаря этому обстоятельству картинку можно смотреть не только в полной темноте, но и при некоторой внешней засветке. Обратите внимание, сейчас проектор показывает при включенных потолочных светильниках. Изображение выглядит достаточно сочно, а ведь это самые худшие условия эксплуатации, которые только можно придумать, ведь мы проецируем картинку на обычную белую стену. Если использовать специальный проекционный экран, то и качество картинки, и ее яркость еще дополнительно вырастут. Это не означает, что проектор нельзя эксплуатировать в полной темноте. Разумеется, можно. Достаточно лишь снизить яркость до комфортного уровня. А теперь ответ на самый, пожалуй, интригующий вопрос. Почему же этот проектор назван спортивным? Главная причина — это, конечно же, та самая высокая яркость, которая позволяет смотреть картинку с Тикеевой 700M не только в полной темноте, но и при внешней засветке. Для обычных киносеансов смысла в этом особого нет, потому что все мы привыкли сидеть спокойно в креслах и смотреть на экран. Но когда дело доходит до просмотра спортивной телетрансляции, появляются эмоции, появляются напитки и закуски. И, конечно же, всем хочется видеть лица друзей, всем хочется дотянуться до напитков и закусок и не упасть, и не промахнуться. Именно поэтому просмотр таких событий с некоторым внешним светом, естественно, оправдан. И для этого нужен действительно яркий проектор, каким является BenQTK 800M. Ну а чтобы эмоции не ослабевали, с пульта проектора можно вызвать готовые пресеты изображения для футбола и прочих спортивных мероприятий, которые сделают картинку максимально подходящей для данных событий. Разумеется, сохранены и более глубокие ручные настройки изображения, то есть картинку можно скорректировать по своему вкусу, абсолютно независимо от пресетов. Для этого можно войти в меню или использовать кнопки прямого доступа, которые также реализованы на пульте. Пульт, кстати, классный, очень удобный, с резиновыми кнопочками и, как я уже говорил, с подсветкой. Что же такое BenQTK 800M? Это проектор, который заточен прежде всего на универсальное использование. Аппарат оптимален для просмотра как в темноте, так и при некотором внешнем освещении. Если вы себе подбираете аппарат для сугубо домашнего кинотеатра и просмотра фильма в темноте, то его покупать, наверное, смысла нет. Лучше обратить внимание на тот же W1720, который обладает чуть большей цветовым охватом и чуть более высокой контрастностью, но имеет меньший световой поток, за счет чего хорошо себя чувствует только в полностью затемненном помещении. Этот аппарат не только про домашний кинотеатр и не только про дом, в принципе. Его также можно использовать в спортбарах, поскольку яркая картинка получается на диагонали 2,5 и 3,5 метра без особых проблем. И если вспомнить соотношение цены и размера проекции, то есть все основания полагать, что BenQTK 800 будет встречаться в спортбарах ничуть не реже, чем в обычных частных гостиных.